Здравствуйте! В эфире Наши Новости в студии. Для вас работает Тарас Брезицкий. О самых актуальных темах этого дня вам расскажут наши журналисты. Смотрите выпуски. В эфире Наши Новости в студии. Выдающийся физик вместо педагога. Северопольские депутаты поддержали инициативу переименовать в первую гимназию. Поступило ходатайство по присвоению звания и имени Игоря Васильевича Курчатова. Болезни сердца в Крыму стали лечить гораздо эффективнее. И все же справляться с потоком пациентов в полном объеме медикам сложно. Особенно остро стоит проблема лечения маленьких крымчан. Хочу сказать, что Крым в отношении оказания медицинской помощи больным с болезнью системы кровообращения продвинулся достаточно неплохо. Госдума России провела третье и последнее чтение проекта об изменении пенсионного законодательства. Депутаты поддержали инициативу. Рассмотрение началось еще в июне этого года. Новая формулировка законодательства предполагает увеличение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 55. Мужчины будут отправляться на заслуженный отдых в 65. Прежний порог составлял 60. При этом сокращается стаж до срочного выхода на пенсию для мужчин с 45 до 42 и с 40 до 37 для женщин. Кроме того, несмотря на увеличение пенсионного возраста, останется возможность получать накопительные выплаты по прежним показателям, то бишь в 60 и 55 для мужчин и женщин соответственно. Особое изменение внес крымский парламент, который закрепил возраст получения льгот в том же возрасте, что и сейчас. Симферопольские парламентарии внесли поправки в бюджет городского округа. Сумма доходов и расходов столичной казны сократится более чем на 3 миллиарда рублей за счет межбюджетных трансфертов. При этом для сохранения бюджетного баланса предусмотрена дотация. Также депутаты приняли решение, подавляющим большинством голосов о переименовании первой гимназии Симферополя. Теперь учебное заведение будет носить имя Игоря Курчатова. Депутаты Симферопольского городского совета утвердили изменения в бюджет города. Доход и расход сократятся на сумму 3 миллиарда и более 8,5 миллионов рублей. Не будут тратиться деньги на строительство канализационного коллектора. Дотация на сбалансированность бюджета составит в видоизмененном варианте свыше 41 миллиона рублей. Эти средства израсходуют на ликвидацию стихийных свалок. Департамент КАП строительства пожертвует деньгами на нужды управления образования столицы. За перераспределенную сумму будет сделан ремонт в ряде детских садов и школ. Парламентарий поддержали поправки в казну единогласно. На расходы для авторского и технического надзора по заключенные контракты, на строительство модульных детских садов в дошкольном учреждении «Ландыш», а также в детском саду «Жар птица» и по образовательным учреждениям школа номер 6, школа номер 18 и школа номер 26 направляется 1,8 миллиона рублей. Еще одна тема повестки – первая гимназия Симферополя. Одно из старейших учебных заведений, открытое в 1812 году, теперь будет носить имя одного из самых успешных своих выпускников отца – атомной бомбы Игоря Курчатова. В позапрошлом году Совминреспублики и Курчатовский центр подписали договор, касающийся попечительства гимназии последним. Решение переименовать заведение принималось коллективно. Инициативу поддержали преподаватели, ученики и родители. Что касается предыдущего наименования, в столичном управлении образования уверяют, именем Константина Ушинского назовут другое – заведение в Симферополе. Вопрос был обсужден не только выпускниками, этот вопрос о присвоении, и выпускниками школы и гимназии, потому что когда-то это была школа, потом вернули статус гимназии, учащимися школы на родительских советах и на попечительском совете этот вопрос был вынесен. Два года обсуждали и голосовали за данный вопрос. На сегодняшний день от педагогического коллектива и родительской общественности поступило ходатайство о присвоении звания и имени Игоря Васильевича Курчатова. Также на сессии депутаты приняли решение об изменении правил землепользования для восьми столичных объектов, а часть муниципальной собственности также с согласия парламентариев теперь перейдет в республиканскую. Тарас Берзицкий, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Крым за последние годы достиг существенного прогресса в борьбе с заболеваниями сердца. Почти во всех крупных городах работают специализированные центры, а пациенты реже отправляются для лечения на материк, заверяют эксперты-кардиологи. Тем не менее, республике по-прежнему не хватает условий, чтобы справляться с нагрузкой. Больных больше, чем позволяет обслужить ресурс специалистов. Отдельная проблема – болезни детей. Накануне Всемирного дня сердца ведущие доктора рассказали журналистам, что в будущем ждать крымчанам, которых беспокоит один из главных органов и чего уже удалось добиться в развитии местной медицины. Налаживание инфраструктуры позволяет Крыму успешно бороться со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Практически во всех крупных городах полуострова действуют специализированные центры, позволяющие вовремя вылечить больного на доинфарктной стадии, не прибегая к хирургическому вмешательству. Итог – смертность от подобных недугов снизилась в полтора раза. За 8 месяцев 2018-го она составила 800 человек на 100 тысяч населения. Хочу сказать, что Крым в отношении оказания медицинской помощи больным с болезнями системы кровообращения продвинулся достаточно неплохо. Если мы в 2014 году начинали с того, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была 1200 на 100 тысяч населения, то по результатам 2017-го года смертность от БСК уже была 899 на 100 тысяч населения. Сложнее ситуация с болезнями сердца у детей. На сегодняшний день в Крыму не хватает как узкопрофильных специалистов, так и оснащенного технологически места для лечения недугов маленьких крымчан. В этой связи широко используется практика транспортировки тяжелобольных на материк страны. Существуют соглашения на уровне руководителей авторитетных клиник и республиканского Минздрава. Мы используем возможность базовых центров федеральных. Одним из самых главных и главных центров наших является научный медицинский и исследовательский центр имени Бакулева. У нас подписан договор, соглашение в лице Министерства здравоохранения и генерального директора академика Леонидовича Бакерия. Специалисты отмечают доступность в получении направления на операцию на материк. Главный внештатный кардиохирург Минздрава Гатас Риск заверил. Сейчас и на территории полуострова делаются все виды операции на сердце, помимо его пересадки. В то же время региону сложно собственными силами справиться с высокими объемами. Больных в Крыму больше, чем возможности вылечить всех. Я надеюсь, что тоже с нашими перспективами и планами мы поднимем наши объемы, увеличим наши объемы и поменьше будем отправлять больных действительно в федеральные центры, то есть на материковую часть Российской Федерации. Насколько мы увеличим, я не знаю, но охватим мы весь этот объем, то есть как бы две тысячи операций в год, даже полторы тысячи операций в год, конечно, нет в таком виде, как мы есть. Поэтому пока мы пользуемся помощью федеральных центров и наших коллег, которые развиваются очень хорошо и берут наших больных без проблем. Специалисты приводят статистические данные. По России от болезней сердца и сосудов умирает порядка 600 человек на 100 тысяч населения. Ежедневно для того, чтобы не допустить летальных исходов, в Крыму трудится 110 специалистов-кардиологов и насчитывается 720 кардиологических коек. Парас Брезицкий, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем выпуск, смотрите далее. Благотворительность в массы. Симферопольские школьники организовали ярмарку для того, чтобы помочь своим сверстникам. Мы очень хотим, что наши дети с мальства знали, что всем миром можно преодолеть любую беду. 30 лет и десятки тысяч спасенных жизней коллектив Республиканской детской клинической больницы готовится к встрече юбилея. Самое главное, что за эти годы нам удалось сохранить, это наш коллектив. Все подрядчики, назначенные для проведения работ по капитальному ремонту симферопольских дорог, приступили к выполнению своих обязанностей. В связи с этим некоторые улицы города будут закрыты для автомобильного движения до 20 декабря. Улицы Крымской столицы, на которых проводится капитальный ремонт, находятся на разных этапах. Так, например, где-то уже формируется новый дорожный пирог, основа для будущего асфальтобетонного покрытия. В Каменке же строители начали укладку геотекстиля, материала, который предназначен для равномерного распределения нагрузки. На улицах Объездная, Коммунальная и Севастопольская рабочие уже занимаются нижним слоем асфальта. Большой объем работ сразу по многим улицам приведет к тому, что часть города будет перекрыта, однако так, чтобы движение не пострадало. Например, улица Козлова продолжит пропускать транспорт до тех пор, пока не начнется эксплуатация проспекта Кирова. Чтобы не допустить путаницы в связи с ограничением трафика, власти установят информационные щиты, которые опишут схему объезда. Также для того, чтобы увеличить пропускную способность оставшихся открытыми дорог, на площади Спортивная и улицы Маяковского будет запрещена парковка. Столичные школьники приняли участие в благотворительной акции. Ребята организовали настоящую ярмарку. Здесь можно было купить сладкие лакомства, украшения и многое другое. Вырученные средства будут отданы нуждающимся. Например, часть денег переведут на счет родителей маленькой девочки, страдающей от тяжелого заболевания. Авторские поделки, домашняя выпечка и игрушки, сделанные руками симферопольских мастериц. Все это можно было найти на стендах, которые подготовили воспитанники столичной школы номер 13. Отрадно, что крымская молодежь активно принимает участие в подобных мероприятиях, ведь повод самый благородный. Все пытаются помочь больным людям, чтобы все у них было хорошо. Представленные товары на ярмарке не бесплатные. Любой желающий за символическую сумму может приобрести игрушку, украшение или же сладкое лакомство. Вырученные деньги направят на благотворительность в рамках акции «Белый цветок». Николай II вместе с Александрой Федоровной учредили это мероприятие с целью помочь людям нуждающимся. Мы очень хотим, что наши дети с мальства знали, что всем миром можно преодолеть любую беду. Один человек может попасть в ужасную ситуацию, но когда мы вместе, когда мы все можем по чуть-чуть оказать содействие, можно выйти из любой беды, из любой сложной ситуации. Главное не оставаться равнодушными к чужой проблеме. Часть денег, которые будут собраны по итогу ярмарки, администрация школы намерена перечислить одному из воспитанников, а именно маленькой первокласснице. Девочка попала в реанимацию из-за болезни. Педагоги, родители и сами школьники верят, вместе можно преодолеть любые препятствия. Егор Зайцев, Служба новостей и ТВ. 30 лет спасая жизни, Республиканская детская клиническая больница готовится к празднованию своего юбилея. Для того, чтобы увидеть, чем живет медицинское учреждение сегодня, как много изменилось и какие планы у специалистов на будущее, съемочная группа телеканала ИТВ приехала в гости крымским врачам. Праздник на пороге, но это не повод откладывать работу и переходить к торжеству. Персонал Республиканской детской клинической больницы готовится встретить 30-летний юбилей учреждения, находясь на своем посту. Сегодня, впрочем, как и всегда, здесь многолюдно. Люди приходят за помощью. От действий работников в белых халатах зависят жизни и здоровье самых главных пациентов – детей. Поэтому нашу съемочную группу врачи встречают, не отвлекаясь от консультаций. Это мягкий очень. У нее ножичка будет вот так заваливаться в ногу. Чтобы ножка ровно стояла, надо, чтобы здесь была жесткая пяточка. И небольшой рядачок. Понял? Все. Так, девочка хорошая. 30 лет – солидная дата. Отрадно, что, несмотря на внушительный срок, службы больница не стоит на месте, а продолжает развиваться. Проводится ремонт помещений, получено новое медицинское оборудование и многое другое. Дина Машковская – заместитель главного врача по медчасти и лекарственному обеспечению. Свой карьерный путь в этой больнице начала 18 лет назад. Самое главное, что за эти годы нам удалось сохранить – это наш коллектив. Наш сплоченный коллектив, где мы очень приветствуем преемственность. У нас работают достаточно много мэтров медицины, так мы их называем, наших учителей. И мы постоянно пополняемся новым коллективом молодых докторов. Передаем им свой опыт, свои знания. Сплоченный коллектив детской клинической больницы сегодня в приподнятом настроении. Специалисты уже начинают поздравлять друг друга с грядущим юбилеем. Главные торжественные мероприятия запланированы на 28 сентября. Принять участие в празднике и поблагодарить врачей за их работу выразили желания первые лица республики. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. На этом у меня все. В студии работал Тарас Березицкий. Всего вам хорошего. До свидания. Эпоха стали, стекла и бетона постепенно уходит в прошлое. В моду снова возвращается деревянное строительство. Эта экологичная технология предлагает дешевые, практичные и долговечные здания, которые будут интересны как ательерам и предпринимателям, так и людям, которые хотят жить в уютных домах. Деревянное строительство может быть особенно интересным для крымчан. Чтобы они как можно лучше разобрались в этой теме, в Симферополе открылась тематическая выставка «Крым. Деревянное строительство. Мебель. Интерьер», который будет проходить с 27 по 29 сентября этого года в торговом центре Гагаринске на улице Набережная 75. Свою продукцию представляют 65 предприятий из 16 регионов России. Присутствие регионов Российской Федерации подтверждает тот факт, что предприниматели материковой части России готовы сотрудничать с Республикой Крым, с предпринимателями Республики Крым. И, конечно же, такие мероприятия очень важны и нужны как городу, так и Республике Крым. Срубы из цельных бревен или брусьев с особой системой соединения для повышенной надежности и скорости возведения современные материалы и высокие технологии. Здания из природных материалов шагают в ногу со временем, несмотря на длительную историю в тысячи лет. Новинки показали в Симферополе на выставке. Сейчас приветствуется какое-то направление экологическое, свежий воздух, конечно же. Это, скорее всего, Симферопольский район, если приближаться к Симферополю. Но актуально это в любом случае, потому что есть частные дома на территории города Симферополя, которые могут применить эти технологии. Они прекрасны. Обошла выставка, приглашаю всех тоже ее посетить. Предприниматели привезли свои изделия со всей России. Здесь можно увидеть и небольшие бассейны, которые умещаются на самом крошечном участке, и окна абсолютно любой конфигурации. Сегодня профессионалам удается исполнить прихоть даже самого требовательного клиента. Например, деревянная баня или полноценный дом в короткие сроки. Предлагаются две основные технологии – брусья и каркасное строительство. Каркасно-панельная технология позволяет в заводских условиях проконтролировать все этапы изготовления панели, и за короткие сроки, буквально за неделю, можно собрать дом под крышу, создать тепловой контур. Это позволяет в очень короткий период, между дождей, за короткие сроки возвести дом. Каркасная технология интересна тем, что стена состоит из множества слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Другой производитель предлагает строить дом из двух параллельных стен, однако промежуток между ними необходимо заполнять специальным теплоизолятором – эковатой. Она не только сохранит в доме постоянную температуру, но и сделает его пожаробезопасным. Из макулатуры, добавка антиперенов-антисептика, которые для организма человека нейтральны, то есть она приобретает огнестойкость и биостойность. Приехали, забудили, значит, я бетонное сделаю. Посчитал бетонное, потом набираю в грех. Людей интересуют и классические деревянные срубы, которые возводятся практически так, как это делалось еще сотни лет назад. Правда, с поправкой на современные требования безопасности и комфорта. Технологию представляет предприниматель из Карелии. Основная специализация нашей компании – это строительство гостиничных комплексов, турбаз, ресторанов и коммерческих объектов. Также мы строим частные дома. Бояться, что от деревянного строительного бума пострадают крымские леса, не нужно. Это все привозят из материковой части России. Там лес стоит в разы дешевле. И там это все развито. Есть определенная культура. И фирмы, которые приезжают строить оттуда, они, как правило, очень качественно, очень хорошо все делают. На выставке также представлена экспозиция мебели от ведущих российских и белорусских производителей. Огромный выбор кухонь, мягкой и корпусной мебели для дома. Элитные интерьеры и предметы декора практически на любой вкус. Однако, кроме продукции, важно и общение крымских предпринимателей с коллегами из материка. Ведь обмен опытом никто не отменял. Такие выставки позволяют специалистам поделиться друг с другом знаниями и технологиями. Это позволит не только снизить сроки выполнения заказа, но и повысить качество ради покупателей. Выставка продолжает работу 28 сентября с 10 до 16.00 и 29 с 10 до 14.00. Вход свободный.